привет капитаны в эфире fw channel канал где изучают корабли сан мартин это один из самых неоднозначных кораблей последнего времени с одной стороны иногда он кажется очень крутым зажигающим что-то в сердце хоть и без фугасов и интересным а с другой чем больше я на нем играл тем сильнее становились сомнения насчет того что этот корабль найдет себе достойное место в рандоме слишком он противоречивый но давайте обо всем по порядку во первых это логичное продолжение ветки панамериканских крейсеров мы уже изучили восьмерку альенда и девятку сантандер я сейчас буду считать что вы уже смотрели те обзоры так что повторяться не буду расскажу лишь чем уникален сан мартин в своей линейке как и два предыдущих корабля сан мартин внешне сильно напоминает в устр бронирование с вустером фактически идентичны также картон и цитадель уязвима и слегка поднята над водой хоть и не сильно но первое важнейшее отличие сан мартин от вустера и от девятки сантандер маскировка у него она ощутимо лучше 9,1 в полной прокачки у вустера она 9 8 у сантандера 10 и 3 так что по маскировке корабль выделяется очень положительно тем более это важно тем что рлс бьет на 9 километров то есть окно между засветом нас эсминцем и нашими возможностями засветить его в ответ минимальная всего 100 метров то есть чуть прошел после засвета жмешь кнопку и пакостник как на ладони также торпеды сан мартин а идут на 10 с половиной километров что дает возможность при такой маскировки даже иногда кидать их из инвиза скорость корабля также получше чем у вустера и сантандера на один узел 36 узлов с флажком пво ощутимо получше девятки но в устеру конечно уступает тем более у вустера еще всегда и заградка есть сан мартин же может взять ее только вместо гапа по снаряжению корабль как девятка включая волшебную кнопку альтернативной фичи важные нюансы ее использования я объяснял в обзоре сантандера обязательно посмотрите однако еще одно важное отличие в том что супер хилка у сан мартина еще мощнее так как восстанавливает аж 80 процентов любого урона включая цитадельный они 70 как у сантандер это просто запредельные цифры напомню что у минотавра только 50 процентов то есть корабль поистине резиновый и это не пустые слова такое лучше один раз увидеть вот я тут в начале был слишком увлекся взятием точки на крейсере в итоге выхватил как мощных плюх в цитадель таки торпед нахватался и осталось у меня боеспособности буквально тоненькая полосочка но затем я одной хилкой восстанавливаю почти половину корабля и вот посмотрите на серую полоску сколько у меня может быть боеспособности с учетом следующей хилки и это после почти полного уничтожения и пробития меня как торпедами так и мощнейшими плюхами в цитадель в большинстве же случаев урон по вам будет не только цитадельный и торпедный но еще и немало пожаров которые восстанавливаются в размере 100 процентов то есть чаще всего в среднем даже после сильных потерь боеспособности вы восстановите корабль еще сильнее чем я показал в этом бою он у вас будет реально почти как новый то есть в конце боя соперники шотные а вы как будто только сошли с верфи и это после полученных больших доз урона это конечно очень важное преимущество и в дополнение к этому по сравнению с девяткой у сан мартина уже ощутимо возрастает огневая мощь теперь у него 10 орудий и скорость перезарядки 5,3 с модулем конечно же до вустера по дпм у сан мартин серьезно не дотягивает пилорама его не назовешь быстро распиливать корабли он не способен и это одна из проблем корабля но об этом чуть позже тем не менее просто феноменальная живучесть сочетании с таким все-таки неплохим дпмом позволяют кораблю весьма активно помогать на точках и играть более агрессивно и динамично в качестве саппорта этот корабль шикарен главное чтобы было кому саппортить а не чтобы вы на точке были один а всем союзникам пофиг вообще на эти кружочки на карте а ведь чаще всего бывает именно так еще и дальность стрельбы в базе у сан мартина только 15 с половиной километра для десятого уровня это может быть маловато плане набивания урона для помощи на точках хватит вполне а излишняя дальность стрельбы будет только мешать так как из-за нее мы чаще будем попадать за свет но все же если хочется не только помогать на точках но еще и постреливать по крупным целям издалека то вполне можно взять модуль на дальность стрельбы я несколько боев сыграл с ним в принципе довольно неплохо можно приноровиться попадать по медленным крупным целям живешь долго из-за мега крутой хилки и волшебной кнопки но проблема в том что урона все равно будет мало хоть здесь бронебойки и с улучшенными углами рикошета но как-то они частенько не дамажит добывают удачные моменты но когда играешь еще и еще в разных ситуациях и смотришь на средний урон то становится грустновато вот вам пример боя где я сделал 245 попаданий при этом урона только на 65 тысяч а из после боевой статистики видно что ровно половина всех попаданий не нанесла урон вообще это рикошеты не пробить и и попадание в птз а пожаров нет совсем вот из-за этого момента многие отвернуться от сан-мартино и посчитают его бесполезным да он активно может помогать на точках и вырываться там где в устр будет трусливо прятаться за островком но дпм у него существенно ниже чем у вустера фугасов нет и даже засвеченных эсминцев уничтожить ему далеко не так просто как может в устр про крупные цели вообще молчу которые в устр жестко выжигает а тут половина попаданий уходит в рикошеты и непробитие а еще ради всего этого и командира нужно совершенно новой нации качать а еще нет таких крутых уникальных американских командиров как есть у вустера где после взятия поддержки корабль просто звереет по сути реальные преимущества перед вустером у корабля только в маскировке и потрясающей живучести ну и торпеды есть для клинча и более агрессивной игры однако это уже штука весьма ситуативная насчет рлс и все весьма неоднозначно так как у вустера она работает дольше хоть сан-мартин и может включать ее чаще за счет альтернативной фишки лично мне рлс вустера нравится больше вустер универсален и пво у него лучше и габ бьет дальше про дпм вообще земля и небо с учетом фугасов сан-мартин конечно лучше тем что более комфортен из-за лучшей маскировки может прощать часть ошибок из-за невероятной хилки и со всем этим может весело врываться то есть он может жить дольше но урона набивает меньше и соответственно может возникнуть вопрос а зачем нужна такая жизнь я пока нашел только один ответ для агрессивных врывов и активного саппорта на точках то есть когда ты помогаешь эсминцу не просто стоя за островком и прожимая рлс q а сам также находишься в гуще событий хоть и без фанатизма так как ваншотнуть корабль могут мгновенно и хилки не спасут если вам не нравится такая агрессивная и дерзкая игра то корабль на мой взгляд просто не имеет смысла любители домашки могут проходить мимо и не беспокоиться а вот те кому нравится влиять на бой и за счет помощи на точках и уничтожение вражеских мелких пакостников могут остаться довольны я как раз из таких особенно хорошо корабль зайдет в толковом отряде так как очень уж эффективно он саппортит при этом корабль на время и сам может принять часть фокуса и переварить немаленькие дозы урона но чисто в соло рандоме где 90 если не больше процентов игроков заняты только одним набивом домашки вы можете ощутить себя чужим на этом празднике жизни тем не менее на мой взгляд корабль гораздо интереснее таких недавних крейсеров как йода или паназиатский цена эти совсем уж унылые а сан-мартин вознаградит любителя агрессивного геймплея невероятными новыми ощущениями немыслимыми для легкого крейсера когда он может выживать в таких условиях в которых не выжил бы ни один другой легкий крейсер а еще и торпедами забирать крупные цели спешить брат сан-мартин сейчас за дублоны я бы конечно не стал но потом когда его можно будет спокойно прокачать это стоит сделать тем кому нравится вустер минотавр сервис и хочется чего-то еще более живучего и дерзкого но надо быть готовыми к тому что по сравнению с этими крейсерами огневая мощь сан-мартина будет значительно уступать и в этом он не даст того кайфа который мы привыкли получать от этих крейсеров зато будем жить долго на зло врагам чего всем и желаю сборку я применял следующую довольно типичную для легких крейсеров в общем пробуйте и да пребудет с нами сила всем удачи крепкого здоровья и до новых встреч в эфире с вами был супер джедай а а а а а а а Корпеды прямо по курсу. Командир, ваш столб от рук мачты.